Зачем Domain Driven Design или DDD в жизни аналитика? Мы уже проверили, что меня видно и слышно. Давайте расскажу, кто такой я. Меня зовут Бодров Иннокентий. Последние несколько лет я уже сместился в продуктовую разработку и сейчас работаю продуктовым менеджером в цифровом банке для предпринимателей Фином. До этого я достаточно долго, почти 15 лет работал аналитиками. Больше 10 лет работал в различных проектах, то есть в аутсорчинге, в консалтинге, делал большие сложные системы. После этого перешел в продуктовую разработку аналитиками и постепенно сместился в продуктовый менеджмент. Сейчас я уже в последнее время работаю в финтехе. До этого успел поработать в телекоме и очень много в области электронного документа оборота. При этом достаточно сильно и много топлю за бережливую работу вообще и с требованиями и документацией в том числе. Я об этом регулярно делаю различные доклады. И вот уже три года как создал, запустил вместе с коллегами курс системный аналитик Адванс, на открытом уроке которого вы сейчас и находитесь. У нас сегодня с вами вебинар, на котором я постараюсь показать, как у нас проходит обучение в рамках нашего курса. Единственное ограничение, которое связано с тем, что это не в рамках курса, а именно открытый урок, что я веду сейчас это все трансляции на YouTube, где вы можете задавать мне вопросы только в чатике. На занятиях это все в Zoom, где вы можете включить камеру, поднять руку, задать голосом и вот более интерактивно общаться. Но в целом сегодня я постараюсь рассказывать все ровно так же, как мы делаем на наших занятиях. Плюс, поскольку идет трансляция на YouTube, есть небольшой лад, секунд 8, может быть 10, в течение которого я буду просто ожидать от вас ответа. Вы будете меня чуть-чуть с запозданием видеть, но это не особо страшно. Пока я дальше рассказываю, пожалуйста, тоже представьтесь, напишите про себя, какой у вас опыт в системном анализе, либо если его нет, то какой опыт в айтишечке, откуда вы и какие у вас ожидания от сегодняшнего урока, то есть зачем вы пришли, что хотите сегодня узнать. Как мы пойдем сегодня с вами познакомимся, уже это, в принципе, случилось. Я расскажу немножко про Отус. Дальше у нас будет порядка часа, сутевая часть, на которой мы будем вместе с вами слушать и работать над домен-древним дизайном. После этого я еще немножко расскажу про нашу команду курса, кто будет вас учить, про то, чему мы будем вообще вас учить. Немножко поговорим про карьерную информацию. И на этом, я думаю, что мы закончим. То есть это в среднем, я думаю, что за полтора часа мы должны уложить. Этот вопрос я вам уже задал, поэтому, пожалуйста, напишите. И немножко про Отус. Отус – компания, которая изначально задумывалась как средство для обучения уже опытных специалистов, то есть мы изначально ориентировались на тех, кто уже имеет какой-то опыт и является продолжающим слушателем-обучентом. Но сейчас есть уже и курсы для новичков, но при этом все равно основная цель наша – это именно продвинуть специалисты, которые несколько лет уже работают в индустрии и хотят получить определенный левел. Куча всяких направлений курсов, разработка, инфраструктура, тестирование, аналитика и анализ, управление, data science, game dev, информационная безопасность. В общем-то, практически все. Вот буквально недавно был день рождения, и нам стукнуло 7 лет. У нас больше 130 курсов, 600 с лишним преподавателей, которые ведут на них занятия и проверяют домашки, 20 тысяч выпускников уже, которые успешно прослушали наши курсы. Причем я должен отметить, что курс системы аналитика advanced закончили уже более тысячи человек. Успешно его прослушали, закончили, получили новые знания. Естественно, их используют. И больше 300 человек в нашем сообществе, которые делятся материалами. Ага, я вижу, есть ответы. Максим, Максим, здравствуйте. Да, мы с вами уже пересекались на нашем курсе. Угу. Вы тут за ДДД. Василий. Слышал про ДДД поверхностно. Слышал это слово на собеседовании, которое не прошел. Это классно, что приходите узнать про то, что где-то запаролись на собеседовании. Я свои первые знания какие-то более глубокие именно так и получал, ходя по собеседованиям, когда еще был маленький. Ну, не маленький, начинал. Ну что ж, поехали. Раз вы сюда пришли за ДДД, мы постараемся сегодня в него погрузиться. Не буду говорить, что мы погрузимся в него супер-супер глубоко. Сейчас это нереально сделать. Но знания, которые вам помогут, в том числе и на собеседовании, постараюсь дать. Итак, ДДД здесь большой вопрос. Почему, как вы думаете, я поставил вот эту картинку, самый первый? Пишите ваши варианты в чатик, пожалуйста. То есть, как вот эта картинка, она связана с ДДД и почему вот она так выглядит? Ваше предположение. Не обязательно это будет правильно, просто попробуйте подумать. Артем, КТ-Тим, наш зритель Андрей Путин, адепт ДДД. Супер. Структура ДДД. Не совсем, не совсем. Естественно, это имеет отношение к ДДД, но это не совсем структура. Давайте не буду вас мучить. Как вы видите, ключевая схема. Да, все верно. Она заключается в том, что в самом-самом центре архитектуры, а это архитектурная схема приложения, концептуальная, она лежит в том, что в центре предметная область, домен. И именно это является ключевой точкой в домен ДДД. Дальше на нее уже наслаивается application, то есть само какое-то приложение, которое как-то взаимодействует с внешним миром. Инфраструктура, которая обеспечивает работу этого приложения. База данных, фреймворки, взаимодействие с внешними системами UI. И самое важное, что здесь показано, что взаимодействие идет с внешнего кольца во внутреннее. То есть UI знает про инфраструктуру, но инфраструктура не знает про UI и про фреймворки. Соответственно, доменная модель не знает про то, что ее окружает. Самая главная причина, что доменная модель – это самая сложная, как правило, часть приложения. И для того, чтобы ее описать, ее стараются максимально оградить от всех остальных контекстов, от всех остальных зависимостей. Она должна описывать исключительно бизнесовую логику. То есть видите, даже DB вынесена на самый датабаз, вынесена на самый верх, то есть она является внешней по отношению к приложению. Ну, фактически да. Итак, о чем же у нас домен древний дизайн? Он про то, чтобы снижать сложность в процессе разработки. Хотя сам является достаточно сложной концептой, которая еще как раз вам сегодня разжевает. Как вы думаете, про что еще? То есть с помощью чего домен древний дизайн может бороться? Ваше предположение. Что еще может? То есть вот борьба со сложностью в процессе разработки. Какими способами? Возможно, кто-то из вас уже чуть-чуть про домен древний дизайн знает, а что подсказываете, напишите. Есть еще прям такие две основные большие концепции, которые, про которые ДД говорит. Ладно, если предположений пока что нет, давайте пойдем. Это чтобы инженеры бизнеса говорили на одном языке. Да, вот, Артем, спасибо большое. Подход к устроению гэпов и недопониманий в общении бизнесовой и технической команды. То есть как бы это ни было, как бы мы ни старались работать в одной команде в рамках какого-то направления, все равно есть бизнес, есть техкоманда. И все равно они немножко друг друга недопонимают. А иногда и очень даже множко друг друга недопонимают. Поэтому им требуется друг с другом коммуницировать. И нужно настраивать и настраивать и настраивать вот это вот взаимодействие. Еще один момент. Это то, как разделить команды и ответственность. Ну, в первую очередь, конечно же, ответственность. Потому что команды дальше сами уже будут поделены в соответствии с этой ответственностью над отдельными контекстами в рамках предметной области. С неоднозначностью приоритетных задач для разработчиков. Ну, отчасти тоже, да, Александр, возможно. Но здесь, в первую очередь, мы чуть-чуть на более таких концептуальных вещах сейчас фокусируемся. То есть это вот разделение ответственности между сервисами и кусочками вашей системы. То есть фактически это построение архитектуры в соответствии, естественно, с картой предметной области. И такой еще более низкий уровень – это метод, что домен древний дизайн – это метод, согласно которому код должен быть отражением предметной области. Или, как говорит Екатерина Лысенко, что архитектура – это проекция бизнеса на код. И в данном случае домен древний дизайн помогает эту проекцию сделать, построить эту архитектуру, чтобы все информационные объекты в рамках нашей системы соответствовали объектам реального мира, с их структурой, свойствами и способами взаимодействия. С4, наверное, я сейчас не готов показать. Этот кусочек я сюда не добавлял. Но можно будет потом попробовать. Соответственно, что здесь у нас домен древний дизайн может предложить? Вот такие вот штучки. Если хотите, посмотрите более такой технический доклад. Домен древний дизайн. Рецепт для прагматика. Вот здесь я привел на него ссылочку. Ну вот можно по названию найти. Там рассказывает спикер про, собственно говоря, домен древний дизайн, но уже с приложением на код. И мы немножко даже в этот код сегодня еще глянем, который он показывал, чтобы понять, как домен древний дизайн влияет на наше с вами взаимодействие в рамках строения информационной системы. И, в принципе, как раз то, что я проговорил. Он стратегическое какое-то проектирование позволяет настроить. То есть как вообще разделить ответственность между сервисами, взаимодействие между людьми, бизнесом и техами или внутри них. Подходы к архитектуре. То есть как дальше все это спроектировать на информационную модель и на компонентную архитектуру. И тактические паттерны, которые мы сегодня с вами рассматривать не будем, потому что это уже уход достаточно глубоко в разработку. То есть их сразу предупреждаю, что там всяких CQRS, eventstorming и вот всего остального сегодня мы рассматривать не будем. Это, возможно, будет темой отдельного еще открытого урока через какое-то время. Но не сегодня. Итак, три главных концепта DDD. Единый язык, ограниченный контекст и внимание к доменной модели и ее разделение на поддомен. То есть это три таких ключевых аспекта, которые есть в домен древнем дизайне. Если на этом у нас сейчас вопросы, или мы пойдем уже говорить дальше про единый язык, как одну из самых важных составляющих. Если вопросов нету, поставьте, пожалуйста, миночки в чат, и мы пойдем дальше. Ну что ж, погнали. Единый язык. Итак, любимая наша с вами картинка. Кто мы? Заказчики. Чего мы хотим? Не знаем. Когда мы это хотим? Вчера. Ну, то есть классика. Заказчик приходит, не знает. Наша задача с вами, в первую очередь, как аналитиков, хотя DDD – это концепт, который больше был придуман разработчиками для разработчиков. Она здесь как раз очень хорошо ложится, что мы с заказчиком вот так вот пытаемся что-то с него понять. Бывает, что заказчик хочет такую, да, ну вы же утвердили техническое задание. Техническое задание. Мы думали, что DDD – это точка зрения. И вот тут кроется очень большой такой гэп, который нам надо с вами устранять. Это недопонимание терминов. Отсутствие единого понятийного аппарата. Скажите, пожалуйста, вот у меня здесь есть четыре определения клиента банка. Как вы думаете, какое из них верное? Напишите, пожалуйста. Там просто циферку 1, 2, 3 или 4. Какое из терминов для определения клиента банка нам больше подходит? Пришел на сайт, написал запрос в чат. Показал e-mail и пароль, то есть создал какого-то пользователя в какой-то личный кабинет. Открыл банковский счет, то есть банковский аккаунт. Или совершил хотя бы там один платеж. Как вы думаете, кто из них является клиентом? Три. Все. Открыл счет. Три. Класс. Все. Так, все. Да, коллеги, на самом деле реально правый тех, кто написал, что все. 1, 2, 3, 4. Абсолютно верно, да. А как договорен, что это является? Смотрите. С точки зрения саппорта, который отвечает, к нему пришел клиент и написал запрос в чат. И он уже клиент. Он же задал вопрос в чат. Для нас, для тех команд, вот в тот момент, когда мы его создали в базе данных, мы положили его в табличку кастомер, вот он клиент, все. Для апсов, то есть операционного подразделения, которое занимается открытием счетов и дальнейшим транзакшен мониторингов, тот, кто открыл счет. Вот все, он открыл счет, теперь он наш клиент. Но для финансов или комплайенса он становится клиентом только в тот момент, когда он совершил один платеж. Потому что только тогда финансам нужно его учитывать в финансовой отчетности, а комплайенс будет его мониторить, подавать по нему отчетность в вышестоящие инстанции и вот все эти вещи. То есть тут мы натыкаемся на то, что мы должны с вами, как написал правильно абсолютно Александр, договориться, а кто такой у нас клиент банка. И это очень важно, чтобы мы с вами все это понимали. Я могу сказать, что у нас тоже, когда я пришел, я не понимал, у нас вроде есть клиент, потом приходит, вводит почту и создает аккаунт. А потом идет на банковский анбординг, чтобы открыть банк-аккаунт. Я такой, ребята, ну как-то вот и там аккаунт, и тут аккаунт, давайте как-то разберемся. И в итоге теперь у нас есть банк-аккаунт, или банк-аккаунт мы его называем, и просто персонал-аккаунт. То есть это личный кабинет, куда человек может зайти, там сделать какой-то инвойс, но он не имеет доступа именно к банку. Точно так же анбординг. У нас теперь есть пре-анбординг, это часть, которая до начала банковского анбординга, после которой человек может уже отправлять инвойс, но еще не имеет доступа к банковскому счету. И уже анбординг непосредственно сам, который именно банковский анбординг. То есть мы четко зафиксировали, что у нас является таким термином. Поэтому для общения с заказчиками нам нужен единый понятийный аппарат, единый, который понятен для всех участников и для бизнеса, и для технических. Чтобы когда разработчик говорит аккаунт, и разработчик понимал, что такое аккаунт, и бизнес понимал, что такое аккаунт, и вы понимали, что такое аккаунт. Чтобы все понимали, какой конкретный аккаунт имеет в виду сейчас спикер, который это говорит. И самое важное – это итеративный подход, потому что с первого раза вы никогда не договоритесь и не докрутите. Во-первых, вы все термины с первого раза не допишите. Во-вторых, иногда у вас будут меняться определения, и это тоже нормально. Просто нужно иметь это в виду и не забывать это все обновлять и уведомлять, что у нас есть какие-то изменения в нашей терминологии. И давайте теперь посмотрим как раз то, что я обещал, немножко кода, который спикер показывал. Вот здесь был такой пример audio checkout service. То есть это то, что фактически выполняет расчет стоимости заказа. И вот глядя на этот код, кто сможет сказать, чем занимается вот этот вот код, что он делает? Что здесь происходит? Может кто-то сказать? Давайте еще чуть-чуть подожду. Вы можете написать там одну часть, потом вторую подкинуть. Или если не знаете, что он делает, поставьте, пожалуйста, минусик в час, чтобы я понимал, чтобы я вас не ждал, и мы пошли дальше разбираться, что же он делает. Создание заказа клиентов, сортировка заказов. Так. Порядок очередности заказов. И, к сожалению, ни один из этих моментов неправильный. Этот он делает реально расчет стоимости заказа и применения скидки. Но только исходы непонятно. Поэтому check-out в корее с расчетом скидок. Да, Александр, спасибо. Здесь, смотрите, что делается в этом случае. Есть calculating discount by, то есть рассчитать скидку. Мы берем get last three years complete orders count for, то есть получить за последние три года количество завершенных заказов и рассчитать по ним скидку. Вот просто прямо все идет и понятно. Как мы считаем скидку? Discount by. Если количество запрос orders больше пяти, вернуть 30. Если больше трех, вернуть 20. Если больше одного, вернуть 10. Иначе вернуть ноль. То есть здесь, смотрите, человек, не обладающий даже особо знаниями входа, не обладающий знаниями английского, прочтет, что здесь происходит. И дальше вот здесь вот, да, афонный check-out. Check-out в два репозиторий заказов. Получить по айдишнику заказ. Посчитать скидку, то есть discount calculator получает скидку по вот этому вот заказу. По айдишнику пользователя применяем скидку к нашему заказу, меняем статус на awaiting payment, на ожидание платежа, сохраняем заказ. То есть получается, что здесь мы переписали код с использованием понятий, которые есть в предметной области. И оно стало читаться легче. Это как раз здесь специальный пример я привел для того, чтобы было видно, что код может тоже быть говорящим. И этот код может вам давать понимание о том, что же здесь должно. И этот код фактически разработчик может сесть и со специалистом прочитать и объяснить, что здесь происходит. А специалист может подсказать, что же здесь пошло не так. Знаете ли вы, коллеги, одну российскую чудесную систему, которая старалась, я не знаю, действовали ли они по ДДД, но старалась сделать ровно то же самое, чтобы у вас код был говорящим. Если честно, когда я видел код этой системы, меня вначале оно бесило. Зачем же там все такое многословное? Ведь можно было бы полочным писать. Да, абсолютно верно, ребята, 1С. Дата операций по налогам и взносам. Минимальная дата, конец месяца, месяц начисления. Учет НДФЛ, сформировать доходы НДФЛ по начислению с планируемой датой выплаты. То есть я не понимал, зачем вот это, вот такие огромные штуки. И вот сейчас, когда я начал погружаться в тему ДДД, до меня дошло, бухгалтер может вот это открыть и прочитать. Бухгалтер. И может сказать, ребята, вот здесь неправильно. Просто вот посмотрев на логику кода. И этот момент, он немножко переворачивает. По крайней мере, у меня он перевернул сознание и подход к тому, как вообще можно общаться с пользователями. И что вот этот вот миф, что никогда нельзя подружить разработку и бизнес, вот он действительно миф. То можно делать вот так. То можно писать код. Да, это будет чуть больше букв. Но на самом деле, любая студия вам сейчас все эти методы, она подскажет, и оно будет нормальным. И разработчики должны уметь писать его так. Соответственно, для того, чтобы они могли его писать таким образом, должен быть сформирован вот этот вот самый единый язык, в рамках которого все будут друг друга понимать. И это очень важно. Кстати, насчет русскоговорящий, Александр. Вот, пожалуйста, код на C-шарпе тоже русскоязычный. Ну, понятно, всякие вот эти public void, обозначения переменных, обозначения типов, оно англоязычное. Но все равно репозиторий заказов, калькулятор скидки, сервис подтверждения заказа. Посмотрите, и C-шарповый код тоже может быть написан на самом деле по-русски. И тут есть еще один момент, почему вот такая штука потенциально может быть неплоха. У нас с вами, когда мы работаем с русскоязычными заказчиками на русском языке, а код на английском, у нас постоянно идет с вами процесс перевода. То есть мы переводим русский на английский, причем там на C-шарп на английском, да. Потом с C-шарпа на английском переводим обратно на русский. То есть постоянно идет озеро от перевода. Грубо говоря, у меня сейчас этих проблем чуть меньше, потому что я работаю с англоязычным бизнесом, разработка тоже частично англоязычная. То есть мы общаемся более или менее по-английски все время. Поэтому там этого перевода нет. Но если вы в русскоязычной среде, то это все равно накладывает определенные транзакционные расходы на вот такой перевод. И вот такая штука, понятно, что вряд ли ее кто-то здравом будет на самом деле применять, но потенциально она сможет вот этот оверхед по переводам снизить. Наверное, так на самом деле на уровне шутки. Давайте с вами попробуем сейчас просто сформулировать, какие сущности могут быть вот в нашем сегодняшнем открытом уроке. Представим, у нас есть доменная область, наш открытый урок. Какие вот три основных сущности вы здесь можете мне предложить? Напишите, пожалуйста, в чате. Спасибо. Студент, преподаватель, материал, правила урока. Ну, такая уже немножко подчиненная история. Роли. Ну, роли – это скорее некая характеристика, а не сущность. То есть вот у Александра более правильно, то есть именно что у нас вот есть. Вы сейчас смотрите, Максим, мы говорим не про роли, то есть ролей как таковых нет. У нас вот есть кто-то вот есть преподаватель, есть студент, есть материал. На самом деле вы как заказчики тема, план занятий, определение. Супер, неплохо. Здесь роли точно не подходят. Преподаватель как исполнитель. Ну, все-таки преподаватель как исполнитель, ну, не очень понятно, да, что это такое. Поэтому я вот выделил три сущности. Урок, слушатель, преподаватель. То есть три основных вещи. Я как преподаватель веду урок, вы как слушатель, этот урок слушатель. В целом вроде как все логично и понятно. А теперь попробуйте, пожалуйста, для урока написать определение, что такое урок, чтобы нам всем было вместе вот это понятно. Коллеги, урок обмен информацией, окей. Урок функция. Нет, именно определение, что такое урок. Вообще без привязки к реализации, просто именно на уровне сущности физического мира. Что такое передача материала преподавателя ученику, который будет последнему понятен. О, супер, Наталья. Мероприятие, связывающее преподавателя и слушателя. Чуть хуже, окей. Деятельность, направленная на получение новых знаний. Пока вариантов больше нет, я представляю свой. Ограниченное по времени и объему информации мероприятие, имеющее свою тему преподавателя студентов. Супер, Александр. Очень близко к кому-то. Проведение занятий для слушателей длиной в полтора часа с информацией о курсе и сутьевой частью. Передача знаний от преподавателя. Смотрите, передача знаний от преподавателя. Прекрасно, Олесь. Я же могу вам отправить сообщение в Телеграме? Могу отправить эту презентацию? Могу. Это же будет уроком? Наверное, нет. А передача знаний это будет. Передача информации от преподавателя к ученику. Вот тоже, видите, получается, что не конкретно. Давайте к слушателю попробуем определение дать. Сейчас мы три определения дадим, и я объясню, к чему я вас веду. Что такое слушатель? Пока вы пишете, я постараюсь чуть-чуть пояснить, что определение должно быть понятным и конкретным. При этом, естественно, оно должно быть понятным и конкретным, может быть, не в самом глобальном понимании, но все равно в рамках какого-то нашего окружения. Слушайте, актор, который принимает информацию в процессе урока. Во, классно, классно. Еще варианты. Человек, который активно слушает и участвует в процессе обучения, прослушный урок, селекция или другого образовательного материала. Слушатель. Человек, которому нужна получаемая информация, и она ему интересна и понятна. Супер. Человек, желающий получить новые знания, которые научится он применять. Лицо, обладающее установленными параметами, принимающее участие в обучении с принимающей стороны. Плажновато, Александр. Но в целом неплохо. Но для меня это любой человек, зарегистрирующийся на урок и подключившийся к концатору и посылке. И вот посмотрите, да, проведитесь обратно по чату. И достаточно интересный момент, что на сколько раз мы с вами даже определение дали, хотя вроде мы все смотрим наш с вами урок один и тот же. Ну и давайте добьем преподавателя. В смысле, последнее определение, да, напишем, кто такой преподаватель. Роман, слушатель, приемник информации с выхода в процессе урока. Ну, тоже... Приемник информации как-то звучит немножко безбучно, что ли. Мне бы не хотелось быть приемником информации. Участник информации и условный потребитель информации. С одной стороны, да, я согласен. Но давайте так. Человек, который этот урок в записи на YouTube посмотрит через месяц, он будет слушателем, участником информационного объекта. Вот я не уверен, да. То есть для меня слушатель – это тот, кто именно подключился к трансляции по ссылке. А тот человек, который придет потом, он будет уже просто зрителем. А получается здесь, да, и участник информационного обмена, он тоже, по сути дела, будет преподавать. Специалист, объясняющий слушательный материал в рамках конкретного урока. Здорово, Александр. Да, вот это мне прям нравится. Ведущий прямой урок. Да. Профессионал, который занимается обучением людей в своей профессиональной области. Тоже немножко спорно, да, то есть с одной стороны, непонятно, что предметная область, да, такое его это. Он либо в обучении, он профессионал, либо в какой-то другой. То есть тоже вот чуть-чуть получается неоднозначный. Автор, который проводит урок и дает цену. Да, здорово. И человек, который подготовивший материал по теме передающего слушателя. Да, супер. То есть у меня это представитель команды курса, читающий материал и отвечающий на вопросы слушателя в рамках трансляции. Если вам интересно вот про ту тему, которую мы сейчас с вами затронули, про определение, послушать больше. Вот здесь вот ссылочка с QR-кодом. О, господи, я забыл поставить пробел. Катя Лысенко, прекраснейший спикер, рассказывала вот по этой ссылочке на YouTube или по QR-коду. В начале было слово «архитектура от словаря». Тоже на самом деле про ДДД, но немножко в другом контексте. И она фокусируется именно на свойствах языка, на том, как правильно давать определение и вот на этих всех вещах. То есть я рекомендую посмотреть, если эта тема интересна. Катя очень здорово это преподает. Определение, которое взято именно из-за ее вот этого доклада, что определение понятно тогда, когда оно однозначно, в нем максимально исключена ссылочность на другие определения и отсутствует рекурсивное замыкание. Давайте однозначно, мы вот с вами так и говорили, что однозначно не очень понятно, вот где-то, то есть служитель – это приемник информации с выходом в процессе урока. То есть для меня это определение не очень однозначно, да не очень понятно. Ссылочность. То есть когда у нас идет, знаете, вот вы можете открыть какой-нибудь консультант и попробовать почитать в законе какое-то определение, и у вас там согласно пункту статьи такого-то ссылка, и такой-то ссылка, и такой-то ссылка, вот эта вот ссылка, и вот такая штука, она очень сильно затрудняет понимание определения, и у вас плохо очень срабатывает понятийный аппарат, не удается нормально зафиксировать в голове это определение. А рекурсивное замыкание, да, это когда у вас вы идете в одну статью, из нее у вас ссылка на третью, вторую статью, из второй на третью, из третьей на первую, вот так по кругу, да, и непонятно, что же это делает. Как это выглядит на практике? Я думаю, кто-то из вас писал, не знаю, все или не все, но как минимум есть глоссарий, который описывает в начале именно сущности реального мира. То есть мы же всегда с вами делаем какие-то вещи, которые, то есть мы автоматизируем, цифровизируем сущности, которые есть в реальном мире, и мы просто берем и выписываем, что у нас есть в предметной области. Максим, если вот вернуться там, да, к материалам, которые вы проходили на курсе, у нас был ресторан. Вот у вас, значит, какие есть ресторан, что такое ресторан. То есть это конкретное там заведение, такое, да, быстрое описание. Там, допустим, гамбургер или блюдо, да, что такое блюдо. Четкое описание, чтобы оно было всем понятно. И да, у вас создается вот такой вот глоссарий. И когда у вас накапливается вот такая критическая масса, вы подходите к следующему пункту, к которому мы пойдем дальше, который будет про ограниченные контексты. К нему мы чуть-чуть дальше, буквально через пару минут дойдем. Вот здесь, да, я сам себя поправил, когда вот делал, опять же, здесь ссылочка на все тот же ролик от Кати. Урок – это трансляция на вещательной платформе занятия для слушателей длиной в полтора часа. То есть остальные вроде более-менее, но здесь я добавил просто трансляция, поскольку у нас везде встречается термин трансляция. Я решил, что лучше его везде переиспользовать. Тоже скриншот из того же самого чудесного Катиного доклада «Полисемия и семенемия». Две таких вещи, которые просто ломают немножко мозг. Посмотри, вот моя рука, в ней заноза. Вот прям физически моя рука, и вот в ней какая-то заноза. Смотри, вот моя рука, она всегда будет к вам протянута. То есть я метафорически протягиваю тебе руку помощи. И третье – вот моя рука и сердце. То есть когда вообще совсем эта метафора, когда мы делаем, молодой человек делает предложение девушке. Либо наоборот, такое тоже бывает. И все вроде то же самое. Вот она, все та же самая рука. А насколько разные смыслы. И синонимия. Граф горячо облубызал депутницу короля. На все подъяты длань моя. Не нужны мне ваши внутренние органы и конечности. И все мы говорим про вот эту самую руку. И если мы говорим про синонимию, то этого стоит реально избегать. Я знаю, что многим из нас в школе говорили, что вот не надо использовать там чаще, чем раз в абзаце одно и то же слово. Там используйте синонимы. Вот когда вы пишете что-то для информационных систем, вот плюньте вот на эти уроки литературы и пишите один и тот же термин. Не сбивайте. Про полисемию мы опять же чуть-чуть сейчас дальше поговорим в рамках ограниченных контекстов. Вопросы по единому языку, коллеги. Если вопросов нету, ставим минусик. Если вопросы есть, пожалуйста, пишите в чат. Я готов сейчас буду на них ответить. Супер. Ограниченный контекст. Итак, мы с вами видели, что у нас вот здесь есть общение с заказчиками и вот эта чудесная вещь. Да, но мы же утвердили техническое задание, а мы думали, что это точка зрения. Или вот эта вот картинка, которая безумно мне нравится. Смотрите, у каждого из этих замечательных ребят своя правда. Один видит девятку, второй шестерку. О чем это нам с вами говорит? О том, что в любой момент у нас с вами может быть не единая точка правды. То есть все, что у вас может казаться вам истинным в вашем контексте, для другого контекста, для другого человека, будет чем-то уже другим, по-другому восприниматься. И мы к нашему ubiquitous language, это единый язык, да, в терминологии д-д-д, он действует не на весь домен. Это очень важно. Единый язык действует в рамках ограниченного контекста. Я могу сейчас привести пример из своей практики на предыдущем месте работы. Я работал в команде, которая обслуживала, наверное, можно сказать, два таких ограниченных поддомена. Это операционная деятельность, связанная с платежами и с расчетами комиссий за наши услуги. И вторая – это бухгалтерия. Мы передавали как раз данные по платежам, по всем операциям, бухгалтерию, чтобы они там проводились в соответствии с нормами бухгалтерского учета. И был у нас такой замечательный термин – dilution. Что такое dilution? Dilution – это как бы разводнение. И в рамках операционной деятельности dilution называлось так называемый dilution reserve. То есть мы занимались факторингом, мы финансировали инвойсы. Соответственно, широкое финансирование инвойсов у пятерочки есть поставщик. Поставщику пятерочка может платить со срочки в 120 дней. Поставщику деньги нужны сейчас. Он приходит к факторинговой компании, продает свой инвойс с определенным дисконтом. Мы ему выплачиваем, допустим, 90% от этой суммы, а остальную часть мы ее оставляем как dilution reserve. То есть мы забираем часть своей комиссии. И для того, чтобы покрыть наши риски в случае, если нам его компания-покупатель не заплатит, мы оставляли это себе. И мы называли это dilution reserve. Какого же было мое удивление, когда, придя в бухгалтерию, я увидел отдельный счет dilution, на который туда не вся вот эта сумма dilution reserve клалась, а только разница между комиссиями и реальной суммой. И у тебя все равно, то есть вроде похожая, но абсолютно два разных термина. И вот тут ты понимаешь, что у тебя есть один dilution, который действует в операционном сленге, второй dilution, который действует в рамках бухгалтерии. И вот здесь у Мартина Фаулера про это очень неплохо написано в его статье. Вот здесь вот ссылочка на его вики. Можно просто набрать Мартин Фаулер, Bound in Context. Он говорит о том, что, смотрите, есть customer и product. Есть вот в sales контексте у них еще какие-то свои связи, в support контексте у них есть свои. И действительно ведь sales, там они работают с ними в CRM, в support unity какими-то, sales person. А в support контексте будет инженер, который его сопровождает, тикеты, какие-то дефекты. Но при этом это же один и тот же customer, правда? И продукт, скорее всего, которым он пользуется, это ровно тот же самый. Один, не знаю, Jira или там какая-то почка. Соответственно, отсюда мы видим такой момент, что вроде как сущность-то одна, но ее нужно растащить по двум контекстам. И вот как раз для того, чтобы понять, где что и как, существует понятие bounded context. То есть ограничено. Мы описываем customer в одном контексте, описываем в другом. У них могут быть абсолютно разные какие-то, абсолютно разные атрибуты, но при этом все равно должен быть какой-то общий идентификатор. И как раз здесь мы с вами можем увидеть пример условного деления на микросервисы. То есть bounded context будут вам служить для того, чтобы кусочки системы делать микросервисами. И да, у вас реально будет дублироваться в вашем каждом микросервисе данные по клиентам. Но у вас будет дублироваться, скорее всего, айдишник, не знаю, может быть имя, может быть какой-то там почтный телефон, да, вот какие-то базовые такие вещи. Но вся остальная история будет специфична для каждого своего отдельного контекста. Такой интересный концепт, один из самых важных, пожалуй, в DDD. И один из самых важных при задачах, когда мы пытаемся выделить микросервисы из нашей общей доменной области. Вот здесь перед вами пример тоже из одного сайта, вот я нашел, Planet English.io. E-commerce домен у нас есть, продуктовый каталог, delivery, платежи, процессинг заказов, инвентаризация, под домен сапплайеров, кастомер под домен. И все это выделяется отдельными кусочками, они, скорее всего, будут обслуживаться разными людьми, они, скорее всего, будут иметь свои специфичные какие-то границы, которые вам тоже нужно определить и установить. Но они все равно все будут завязаны в единый домен, то есть в общую предметную область. Но при этом каждый отдельный кусочек будет под доменом. И здесь очень важно понимать, что есть два основных понятия. Одно – bounded context, ограниченный контекст, а второе – это subdomain, под домен. И сейчас я постараюсь объяснить, чем между ними разница и с чем их едят. Давайте перейдем чуть-чуть сейчас к термину subdomain и посмотрим про то, что, видите, есть bounded context, а есть subdomены. И очень важный концепт, который важно понимать, что subdomain – это область бизнеса и реального мира, которую мы каким-то образом ограничили. А bounded context – это область технического решения, которая была реализована. Соответственно, здесь мы с вами видим, что у нас есть три типа под доменов. Мы сейчас говорим не про решения, а именно про поддомены. Это core – основной, supporting – поддерживающий и generic – общий. Что это значит? Core – это та функциональность, которая нас выделяет на рынке. Это наше ноу-хау, наше уникальное техническое предложение. То есть то, что кроме нас никто не делает. И, естественно, этот subdomain core мы будем делать только сами, потому что ни у кого другого нет ни компетенции, ни опыта, ни задач, ничего для того, чтобы сделать решение для нашего core subdomena. Противовес ему есть generic. То есть это общий какой-то поддомен. Это уголтерия, не знаю, там какое-то вот то, что уже много раз решалось, много раз делаешь. И на то, что нет вообще никакого смысла тратить свои ресурсы. Потому что ваши ресурсы должны быть направлены на core. Поэтому generic, как правило, отдается на outsource. Например, очень часто CRM, куда многие делают. Если это не ваш основной бизнес, работа с клиентами, да, вот непосредственно, то CRM, многие там Salesforce, Arma, Bittrex, HubSpot покупают вендорское решение. Либо заказывают у какой-то компании какое-то стандартное решение на той же самой 1S. И между ними есть вот этот вот промежуток, который называется supporting. Это то, что поддерживает наше решение. Оно может быть важным. Без него не будет там работать прям супер. То есть будет плохо работать наш core, но будет работать. А вот без core работать ничего не будет. Поэтому supporting может быть написан как самостоятельно. И такое зачастую бывает. Либо он может быть сделан тоже силами аутсорса, вендора и так далее. То есть здесь можно смотреть и так, и так. И, как я сказал, основное отличие, что subdomain – это бизнесовая задача и бизнесовый какой-то контекст. А bounded context – это программное решение, то, как мы это реализуем в нашем тоже замечательном приложении или в нашей системе. Примером прекрасного. Вот, допустим, generic. Кондект – это бухгалтерия. В России 1S покупаешь, ставишь, забыл. Все отлично. Я вот считаю, что такие вещи, то есть многие там начинают какие-то вот такие базовые вещи писать с нуля, и потом такой – не-не-не-не, стоп. Зачем? Вот для бухгалтерии 1S прекрасно. Для работы с таблицами. Возьмите Excel прекрасный инструмент, ну, либо Google. Все замечательно работает. Но при этом, когда мы говорим про, допустим, вот у нас есть уникальная система анбординга. Допустим, в Нидерландах наши клиенты… То есть мы анбордим наших бизнес-клиентов быстрее, чем кто бы то ни был. То есть мы самый быстрый банк по анбордингу новых бизнесов. И это наше ноу-хау, наша система анбординга, наша система company due diligence процедур, которые происходят внутри, большей частью автоматизирован. Это наше ноу-хау, и мы это никому не отдадим. Но при этом у нас есть поддерживающие инструменты, например, распознавание лица. Есть такая, разные вещи, Samsung, допустим, да, либо IDNow. И мы просто их нанимаем, покупаем их решение в качестве саппортинг-домена для того, чтобы они закрыли нам эту потребность. Но это не генерик, да, то есть мы на этом не специализируемся, но это очень важно и поддерживает нас. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам понятно вот эта концепция core, генерик и саппортинг сапдоменов. И минусик, если вот вы, как вот эта девушка с картинки с бухгалтерией, ничего не поняли из того, что я рассказал. Ага, Тимофей, Максим, понятно, Артем, понятно, Василий, Алексей, есть. Да, супер, коллеги, вижу ваши плюсики, спасибо вам большое. Тогда идем дальше. Раз вам все понятно, для нашего открытого урока придумайте, что должно быть, по идее, вот с вашей точки зрения, core-функциональностью. Core-фишки, core-функции, core-вот какой-то такой составляющей. Пока вы думаете, давайте поясню. Дженерик – это прям совсем какая-то общая задача, которая, ну, общихозяйственные нужды, давайте скажем так. Да, то есть это бухгалтерия, она должна быть вне зависимости от вашего типа бизнеса. А вот тот же самый, как я сказал, распознавание лица, то есть мы должны идентифицировать клиента, который открывает у нас счет, поскольку мы открываем полностью удаленно этот счет, нам нужно клиента идентифицировать. Мы используем стороннее программное обеспечение, которое называется сам-сам. То есть клиент, когда проходит, получает ссылочку, открывает с телефона, видеоидентификация, там, повернитесь налево-направо, вот такие, покажите свой документ. Это поддержка нашего основного core-процесса. То есть, в принципе, мы могли бы это делать условно и сами, но нам дешевле было здесь нанять. Но при этом это поддержка именно основного процесса. А бухгалтерия, она будет вне зависимости от нашего процесса работать. Алексей, наполнение урока. Артем, живое преподавание темы специалистам в ней. В общем, да, это мой контент, презентация и мое выступление. Это реально core-функциональность нашего открытого урока. Тоже может быть саппортингом для него. Зум. Тут интересный момент. Презентация, сайт YouTube и Otus. Хороший момент, кстати, может быть, да, Zoom. Я вот сейчас подумал, что в том контексте, про который мы с вами говорим, возможно, действительно, Zoom мог бы быть саппортингом, но вот Алексей абсолютно правильно пишет, Zoom – это дженерик, потому что это просто я купил коробку, которая меня как-то вот помогает. А в данном случае саппортинг – это маркетинг. То есть, это какой-то маркетинг в плане того, что телеграм-каналы, рассылка почтовая, реклама на сайте, то есть общий маркетинг, он саппорт. Без него как бы мне было бы сложнее. Но без Zoom я бы взял другое какое-то решение. Сайт, система оповещения, информирование слушателей. Да, Александр. Супер, спасибо большое, да. Здесь, я думаю, что вы правильнее всего этого сейчас отследили. И дженерик – это трансляция, то есть, в данном случае, Zoom. Да, это дженерик. Я просто взял Zoom. Не будет Zoom – возьму Яндекс.Телемост. Не будет Яндекс.Телемост, будет что-то еще. То есть, это легко, достаточно заменяется. Маркетинг заменяется сложнее, потому что это все равно какая-то выстроенная система поддержки основного процесса. И основной процесс – это мое выступление. Надеюсь, стало чуть-чуть понятнее вам с тем вообще, как эти сабдомены поделить. Зачем это все нужно? Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы понять свою зону ответственности, в свою смысле, в свою и в своей команде, из-за его какого-то продукта, который вы делаете. То есть, в какой части вы работаете. То есть, опять же, возможно, вы поддерживаете дженерик, и вам это оп. А возможно, вы скажете, ой, что это дженерик, как-то неинтересно. Небольшие задачи, пойду я куда-то еще. И это тоже будет абсолютно нормально. С другой стороны, вы можете дальше влиять на какие-то эти решения, как аналитик. И опять же, определять, что ваше решение затрагивает кор-функциональность или поддерживающие. И от этого будет абсолютно разная приоритетность ваших задач. И если вы затрагиваете кор-функциональность, это повод ходить с более высоким приоритетом, чтобы обсуждать. И самый частый вопрос. Какой же должен быть размер контекста? Самый простой момент – это один bounded context, один поддомен. Вроде рабочая история. Во многих случаях она действительно так и есть. То есть, многие вот прям берут, вот он, бухгалтерия. Прекрасно. Вот один S, вот он, контекст. Все, мы в нем работаем. Чуть более сложный случай. Один контекст, один микросервис. Не во всех системах это работает. Но когда мы пытаемся построить микросервисную архитектуру, либо даже просто сервисную архитектуру, да, не обязательно микро. То есть, микро – это такой, ну, может быть, немножко оккульт, да. Но в целом, когда вот у вас есть сервис, и в нем это один контекст. То есть, у вас один контекст, возможно, есть поддомен. В рамках него несколько bounded context, каждый из которых описывает сервис. То есть, в случае, допустим, опять же, мой пример с предыдущей местной работой. У нас был операционный домен. И в нем были, да, возможно, несколько сервисов. Сервис работы с внешними, да, компаниями, сервис интеграции с нашими поставщиками, сервис расчета комиссий, и вот это все. Да, и в этом случае, да, один контекст был одним сервисом, но при этом они могли существовать в рамках одного поддомена. Например, сервис расчета комиссий, сервис платежей жил в рамках одного поддомена и одной команды. Артем, Суа – это же про это. У каждого сервиса свой контекст. И да, и нет. То есть, оно не обязательно так. На самом деле, если говорить уж прямо совсем честно, то микросервисы – это частный случай сервис-ориентированной архитектуры. То есть, ну, вот если прямо уж совсем, да, инженерал говорить, просто это возведение в абсолюта того, что один сервис должен дать одну конкретную область задач, одну функцию, да. В Суа иногда это было не так. То есть, у вас один сервис мог несколько функций выполнять, и это тоже нормально. Но зачастую, да, один микросервис – это один контекст. Еще бывает, что один контекст – это одна команда. То есть, у вас, если поддомен обслуживается несколькими командами, но у каждой команды несколько сервисов в работе, то у вас будет контекст, условно говоря, одна команда. Это тоже нормально. Вот на моем предыдущем месте как раз, да, был такой случай, когда у нас одна команда, несколько сервисов, и, ну, там, правда, на самом деле, да, было два контекста. У меня был операционный и бухгалтерский поддомены. Но в целом бывает так, что одна команда – один контекст. И один контекст – тысячи человек. Многие почему-то рассказывают про десять, но на самом деле оно не так все просто. Дело в том, что когда у вас люди начинают общаться, нету вот прям четкого какого-то показателя, что десять человек – нормально, а одиннадцать человек – все. Замена расцепается, никто ничего не понимает. Но пример нашей с вами вообще истории человечества, что люди вот там живут, грубо говоря, в одной среде языковой, потом оп, два народа разошлись, языки разошлись, и они уже друг друга не понимают. Да, яркий пример, там, мы и какие-нибудь, не знаю, южные славяне, да, сербы. То есть вроде язык похожий. А вот пойди попробуй с ними договорись нормально на русском о чем-нибудь. И ты сербский особо не понимаешь, тоже какие-то отдельные слова. И в целом в какой-то момент вы это начнете чувствовать, что у вас уже не хватает, значит, пора делить контексты, пора делить сервисы, пора делить команды. И это вот такой один из самых больших признаков. И пока мы не перешли к финальной части, а при чем же тут аналитик, может быть, у вас есть какие-то вопросы, если нет, ставим минусы, если есть, пишите, пожалуйста, вопросы в чат. Кто может разговаривать в разных контекстах между командами? Все могут разговаривать. Здесь же никто не говорит, что мы ограничиваем. Просто мы должны понимать, что когда мы приходим в другую команду, мы должны понимать, она в том же самом ограниченном контексте или нет. То есть если в том же самом, значит, мы используем свой понятийный аппарат, мы вообще не паримся. А если мы понимаем, что команда вообще из другого домена, значит, мы по-хорошему должны подумать и попросить у них, допустим, их глоссарий, и допускать в первую очередь то, что мы можем интерпретировать одни и те же понятия с ними по-разному. Да, Матфель, спасибо, вот успех этот договориться. Книги я прям вот четыре книжки в конце я покажу. Руслан, не переживайте. Чуть-чуть позже. И причем здесь аналитик, да? Вроде как домен древний дизайн, это вот все про разработчики. Разработчики договариваются с бизнесом. Где здесь вообще аналитик-то? Давайте посмотрим вот то, про что я вначале написал, про что домен древний дизайн. Давайте подумаем. Борьба со сложностью в процессе разработки. А кто этим занимается в большинстве команд? В большинстве команд, как показывает моя практика, вот именно борьбой со сложностью, упрощением, для того, чтобы понимали разработчики, как, что им надо делать, занимается аналитик. Ну, проект нет. Как раз проект очень редко именно со сложностью. Здесь имеется в виду не со сложностью организации процесса, а со сложностью предметной области. Сейчас вот во многих командах этим занимается аналитик. Я согласен, что может и проект кому больше нужно. В идеале, да, то есть это должен заниматься член команды разработки. А вот кто это будет, да, должна решить команду. То есть если есть выделенный аналитик, прекрасно, этим занимается аналитик. Если его нет, то занимается не аналитик. Подход к устранению гэпов и недопонимания вообще не бизнесовой и технической команды. Чья это задача? Это зачастую задача либо продакт-олдера, либо, конечно, аналитика. Мы с вами ходим к заказчикам, собираем требования, перевариваем их, описываем как-то, чтобы команде было понятно. Способ разделения команд. Вот это явно не аналитик. А вот как поделить ответственность и понять, где же чья ответственность, когда вам нужно в предметной области разобраться, понять, кто это делает, зачем это делает, в какую команду сходить. Зачастую, по крайней мере на моей практике, этим занимался тоже аналитик. Очень часто. Потому что, да, тем ли скажет, ну вот, слушай, вот вроде та команда этим занимается, и вот сходи туда, узнай. Окей, к СТО, прекрасно, он делит команды. Когда у вас есть конкретная задача, Анастасия, вы ходите к СТО узнать, к кому можно обратиться в рамках этой задачи. То есть, там, вот мне сходить в какую команду? Вы же не к СТО идете, правда? Вот я так чувствую, да. То есть все равно аналитик идет к аналитику другой команды и спрашивает, слушай, бать, привет, вот такая задача, это ваш домен. Вы этим занимаетесь? Да. Или нет. Да, не знаешь, кто этим, а может быть, вот эти. И идешь дальше по командам. По крайней мере, когда я работал в крупном интерпрайзе, это было построено там. Ну, ты идешь к своему менеджеру, спрашиваешь, ну, он тебе это задает, это примерное направление, плюс-минус там 90 градусов, куда смотреть, и все, ты пошел дальше ковырять. Так что это тоже, в принципе, здесь задача аналитика. И метод, согласно которому код должен отображаться в предметной области, то есть все информационные объекты должны соответствовать объектам реального мира. Ну, это тоже, друзья мои, мы с вами рисуем информационные модели, физические модели, этим тоже занимается аналитик. То есть кажется, что вопрос, а зачем же Domain Driven Design аналитику, а вот-вот за тем, что это набор его основных задач. И получается, что во многом мы к аналитике вот ту часть задач закрываем. Да, очень часто бывает так, что мы их закрываем настолько, то ГЭПы появляются все равно, и ГЭПы возникают, мы таким узким бутылочным горлышком становимся. Поэтому наша к нам задача не замыкать это все на себе, а стараться быть вот этим проводником информации, проводником, извините, и как вот в замечательном ледниковом периоде, да, говорилось, как это СИД, это вот та самая клейкая субстанция, которая собирает нас всех вместе. И вот аналитик примерно так и должен организовывать взаимодействие между людьми, заказчиками, командами, чтобы получилась в итоге нормальная система. И с чего же здесь можно начать? Делайте ГЭП, ну это сейчас, господи, извините, я просто много работаю на английском, и для меня иногда не всегда удается перевести слово. Ну как разница, да, какие-то промежутки, расстояния. То есть вот эти расхождения, да, разрыв, вот разрыв, да, спасибо большое, Наталья, разрыв. Соответственно, делайте глоссарий для своей команды предметной области. То есть прямо пишите, вот объекты вы рисуете, прям вот объекты нарисовали, добавили сразу определение. И такие, бизнес, слушайте, ребят, вот да, похоже, разработчики, похоже, вот мы все понимаем, что это одно и так. Окей, замечательно, фиксируем. Потом, если понимаете, что оно не так, можно поправить. Опишите свой ограниченный контекст. То есть старайтесь хотя бы нарисовать некую контекстную диаграмму, я думаю, многие знают, да, у Видерса книжки это была, контекстная диаграмма. То есть вот моя система и вот то, что вокруг. А уже внутри своей системы ты смотришь, а какие же там есть информационные объекты, информационные модели. И, соответственно, ты можешь уже более четко понимать, а вот это мой домен, а вот это не мой. Ага, вот у меня есть клиенты. А где они еще есть? И дальше ты начинаешь уже смотреть, как это щупальцу куда-то вовне выбрасывать, для того, чтобы собрать, понять, где же клиенты твои еще используются. Дальше вы уже какую-то можете строить схему междоменного взаимодействия. Но хотя бы для начала начните со своей. Пишите требования в формате единого языка. И бейте, бейте, бейте по рукам, если кто-то пытается этот вот единый язык переиначивать или какие-то использовать синонимы, другие значения. Либо, если видите, что это происходит постоянно, возможно, что-то пошло не так. Глоссарий, давайте обновим тогда глоссарий на всех. Контроль использования единой терминологии. Это тоже важно с разработчиками. Если вот очень часто бывает, находит, что разработчики какой-то вот термины перененачивают по-своему как-то. Пытаетесь понять, а что идет не так. А это то же самое. То есть вот это вот находить, взаимодействовать. Может быть, вместе с ними смотрите код. Мы с вами посмотрели код на шарпах и увидели, что он читается. Он по сущностям доменной области и по функциям читается. Попробуйте посмотреть, так же у вас написан код или не так же. А может быть, можно что-то изменить. А может быть, можно что-то улучшить. А может быть, разработчики не понимают каких-то концепций доменных. И контроль идентичности сущностей в домене. Это такой чуть более метафизический, наверное, процесс. Но вы должны смотреть, что эта сущность реально относится к вашему домену. Что эта сущность не начинает расползаться. Что эта сущность... У меня такое было, когда я просто... То есть мы понимаем, что эта сущность у нас отторгается. И мы ее просто отдавали в другую команду, к которой она больше подходила. Просто вот по мере развития наших и их сервисов четко было понятно, что это уезжает к ней. И это тоже нормально. И ваша задача в том числе, потому что, как бы ты ни была, хоть и говорят, да, что вот есть аналитики, есть архитекторы, черт-эс-два. Аналитик, он архитектор в своей команде, как правило, в как минимум 50% случаев. И вот эти вот архитектурные практики не на уровне прям вот архитектуры кода, да, вот эти луковичные все, а именно на уровне архитектуры информационной, концептуальной. Этим занимается аналитик. И вы все равно можете таким образом делать жизнь команды проще, делать жизнь бизнеса проще и делать эффективнее разработку всех тех вещей, которые вы строите вместе с бизнесом из Кайланды. НСД получается стиль организации и ведения проекта или разработки продукции или фичи. Это в какой-то степени подход. Это отчасти философия. Здесь очень важно понимать, что это не момент, что вот давайте начали это делать и закончили. Нет, это постоянный процесс поддержки вот этого доменного знания, покружения в домен, то есть понимание того, что у вас есть изучение всего доменного, есть изучение предметной области бизнеса, и вы, чтобы решать его проблемы программным кодом максимально эффективно, должны максимально глубоко погружаться в этот самый бизнес и говорить с ним на одном языке. И это постоянный процесс вот такой вот вы делаете и делаете и делаете. как ИСА, всегда упрощаем сложное даже на уровне терминов. И в какие-то моменты мы, как это, бережем нежный мозг и психику разработчиков от вот этих вот терминов, а может быть, мы ограничиваем их от какого-то, условно говоря, сакрального знания, которое поможет им более эффективно решать проблему. Поэтому все основные понятия и концепты вы должны понимать, как вообще решаются. На этом по материалу у меня все. Закрала здесь ошибочка в ссылке. Не суть. Четыре книжки. Многие говорят, читайте Эрика Эванса. В русском я ее читал, испортили. В английском она читается лучше. Плюс там Эрик Эванс говорил, что у него очень неправильное расположение глав в книге. Он начинает с тактических паттернов, а надо начинать именно с стратегических паттернов. То есть есть даже, вот может в интернете погуглить, там прям вот как по главу правильно читать Эванса. Причем вот так по главу. И тогда у вас как бы словится картинка ДДД. Но я рекомендую для того, чтобы в общем погрузиться в тему, если вас она заинтересовала, зеленая книжка, Domain Driven Design Distilled, она тоненькая, там что-то 100 с копейками страниц, по-моему, дает общее понимание и общее представление о том, что такое ДДД, какие концепции, вот эти стратегические вещи. То есть она действительно не без погружения в детали дает общее представление. Если вы поняли, что о, зацепило, класс. Берете красную книжку, вон верно, она большая, толстая, не вижу, где-то она у меня тут была, зеленая нету, а красная, ну, не суть, извините, не могу сейчас показать, но где-то она там у меня стоит. И ее вы уже читаете долго, вдумчиво, там начинается стратегических паттернов, потом переходит уже к разработке единого языка, контекстов, когда начинаются тактические паттерны. Если честно, для аналитика это уже не очень интересно, потому что там именно подходы на уровне кода. Если вам интересно копаться в коде, welcome. Если вам это не особо интересно, то вот можно где-то там на двух третях остановиться вообще свободно, дальше идет код. Эвансы я про него сказал. Многие адепты ДДД рекомендуют Влада Хононова. Ничего не могу сказать. Книжку я не читал, к сожалению, но буду ее, наверное, пытаться найти и почитать. Но говорят, тоже очень классная и стоящая вещь. Кажется, я все, что хотел, сегодня рассказал. Коллеги, я прекрасно понимаю, что кто-то из вас сейчас уже уйдет, потому что сутевая часть закончилась. Но перед тем, как вы уйдете, у меня к вам огромная просьба. Я сейчас скинул ссылочку в чат на опрос. Мне очень важно понимать, поскольку это занятие, как бы я вот его первый раз делал, я его вам презентовал. Дальше оно, скорее всего, конечно, в измененном виде, но пойдет, возможно, и в курс сам. Естественно, там я его, наверное, обогачу примерами еще какими-то вещами. Но мне очень хотелось бы получить от вас обратную связь. Насколько я вам понятно донес концепцию DDD, насколько вам было это интересно, насколько было полезно, и хотите ли вы еще послушать про DDD, потому что в рамках открытых уроков к следующему запуску, то есть у нас сейчас будет запуск 29 апреля, по-моему, и потом в июне будет запуск даже в конце, и вот в рамках него я постараюсь, если вам это интересно, если вы сейчас напишите, что да, мы хотим, чтобы вы там сделали еще, я постараюсь разобрать чуть больше практических вещей, чуть больше тактических паттернов, немножко поговорить про CQRS, про рент-шторминг, вот в эту сторону посмотреть, если вам это будет интересно. Поэтому я прошу заполнить, пожалуйста, опрос, чтобы я это потом все собрал, посмотрел. Буду очень вам благодарен. Вот. И теперь давайте пойдем дальше. Чувствуется, что материал у вас много, можно серии из трех вебинаров. Вот прямо сейчас я не думаю, что я готов, наверное, на три вебинара, но идея, в принципе, неплохая, может быть, да, тогда к следующему разу я еще посмотрю, что в рамках продолжения этой темы пойдет. Давайте я расскажу сейчас про то, все же, кто у нас будет учить. А, даже я вас обманул, 25 апреля стартует курс обучения с понедельника по четверг в 8 вечера. Кто будет учить и чему будет учить, сейчас я вам расскажу. Про себя я уже говорил, Иннокентий, руководитель курса, веду вводные занятия, веду, вот буду вести, видимо, занятия по ДДД, веду занятия по, в конце по курсовой работе, то есть курирую все курсовые работы и осуществляю такое общее руководство команды курса. Дальше, преподаватель Виктор Караков из X5 Retail, ну, из 5 технологий, да, больше 20 лет или 25 в IT, занимается администрированием баз данных и ведет весь блок по базам данных, то есть рассказывает про реализационные и нереализационные базы, как теорема, base, ACID, как повышать отказоустойчивость баз, как их распределять нагрузку, протекционирование, шардирование, репликация и вот это вот все, там большой блок у нас. Антон Картушин, senior coa automation engineer, у нас в конце курса есть блок, посвященный тестированию, то есть как правильно подходить к тестированию, как писать тест-кейсы, как тестировать API, Антон про это все рассказывает, Ирина Гертовская, очень известный человек в аналитическом сообществе, speaker love, программный директор для теханалитического фестиваля, Analyst Days и вот всего этого, ведет у нас темы, связанные с управлением, требованиями, их трассировками и вот этим всем. Андрей Трошин, имеет большой опыт работы на промышленных предприятиях, то есть это производство упаковки промышленное, производство автомобилей, сейчас, если не ошибаюсь, в каком-то российском стартапе, который делает электромобиль, работает, но это можно будет у него уже в рамках курса спросить. Андрей выступает у нас в качестве стейкхолдера на практикуме по требованиям и в качестве уже преподавателя по интеграциям и по работе с ГИТом. Давайте даже, наверное, я понял, что я, что я, про занятия, сначала расскажу по программу, потом уже про преподавателей, потому что с конца получается. Начинаем мы с обзорного занятия, потом разбираемся вообще, где у нас аналитик, где он в agile командах, в waterfall и так далее. После этого идем к требованиям, говорим, как правильно выявлять требования, как правильно выявлять и функциональный, потом практикум, где мы, преподаватели, играем роли стейкхолдеров, а вы, студенты, у нас выявляете требования. Дальше мы говорим про мобилирование процессов, как их моделировать, если ступи, вот такие общие вещи, потом именно как с нотацией BPMN и практикуемся в этом. Use case, user story и теории практики, прототипирование и согласование требований и управления изменениями. Дальше мы переходим к блоку архитектуры, где у нас будет концептуальное проектирование, информационная модель, архитектура информационных систем, интеграция, брокеры, API, практикум, где мы разрабатываем инфомодель и потом разрабатываем архитектуру приложения, говорим про секвенс диаграммы и проработку интеграции и вот здесь мы встречаемся с вами еще раз, это будет консультация по проектным и домашним заданиям, в рамках которой я расскажу уже подробно про то, как мы будем делать проект. Проектирование API, большой блок, где мы говорим про REST, проектируем API на REST и потом говорим о том, как вообще подружить с FrontBag немножко трогаем другие способы организации API, GraphQL, RPC, вот это все. И здесь у нас внезапно пролетают изменения в требованиях, которые мы должны как-то так или иначе обработать. Это такой тоже момент, когда мы снова возвращаемся в требованиях в моменте, когда вроде все уже у нас запроектировано. Потом есть небольшой блок по анализу данных, где мы говорим про SQL, причем как начинаем с достаточно базовых вещей, так и говорим про уже оконные функции, TTE-шки и все остальное. Пробуем, как это смотреть в Power BI, именно в BI-системе и в Excel, SQL и Power Query, как в Excel можно данные подгрузить и там покрыть. Блок по проектированию баз данных, SQL, новый SQL, подход к проектированию баз данных, прогнозирование нагрузки и практику, где мы немножко докручиваем архитектуру. И вот последний блок это декомпозиция требований на задачи, оформление проектной документации, базы знаний, вот это все. Дальше GIT, чтобы вы понимали вообще, как разработчики работают с GIT-ом и практику, на котором мы работаем до PIS-код, то есть учимся как можно документацию вести в виде кода в GIT-е. очень классная история у нас некоторые студенты потом как раз в МК-доке делают свои курсовые. И блок по тестированию, контроль качества, практику, мы тестирование API и потом итоговый проект. Так вот, вернемся к преподавателям. Про Ирина Андрея я рассказал, Евгений ведет блок про трансферирование, Роман работает с основными проектами правительства Москвы, он рассказывает весь блок по анализу данных. Евгений Путилин, он в основном занимается тем, что проверяет ваши домашки и он рассказывает про интеграционные взаимодействия, диаграммы последовательности и как вообще подходить к этому. Эльвира, Мария и Павел это тоже менторы, которые проверяют ваши домашки. Арина работала во многих компаниях бизнес-сенаритиком, а сейчас она уже стала системным. Ничего себе. Была бизнес-сенаритиком раньше и в целом она ведет такие вещи чуть более бизнес-сенаритические. Это работа с юзер-стори, это работа с бизнес-процессом BPM и работа с декомпозицией задач. Михаил Максимов достаточно известный в нашей среде тоже человек, автор канала Цифра-буква и, соответственно, Михаил очень много на нашем курсе тоже участвует. Начинает он на работе с требованиями, дальше юзкейсы, дальше концептуальная архитектура и рассказывает про ведение базы знаний. Иван Олейников из Альфа-банка рассказывает про работу с API, весь блок по API Филипп Шабатин ведет у нас занятия про архитектуру, брокеры, построение вот этой всей архитектуры, как раз он на себя забирает. Антон Сюрин ведет блок по требованиям и по информационной модели. Кажется, все рассказал про то, как мы учимся, что мы учимся, процесс обучения. В целом, вот такие же вебинары, полтора часа, два дня в неделю на буднях, восемь вечера по Москве. Планируйте, пожалуйста, что в рамках обучения у вас будет еще где-то от четырех до восьми часов в неделю уходить на домашку. Домашка раз в неделю, иногда раз в две недели, когда как. Все материалы у вас остаются в записи до конца, ну и после окончания обучения тоже, то есть они вам доступны все время. И мы, естественно, каждый запуск материалы обновляем, добавляем, чтобы быть on the actual technology. Карьерная информация. В апреле в 2200 вакансий системного аналитика в России от двух лет с опытом. Медианная зарплата 200+. Ну на самом деле тут как себя продадите. Можно и за 100 не продать, а можно и за 300 устроиться вполне себе. Знания, которые ищут соискатели. ТЗ, XML, XSD, JSON, клиент сервер, SOAPRESS, SQL, архитектурные стили, польская история, декомпозиция. Все то, что мы вам рассказываем. Вот здесь несколько вакансий за свежесть. Не знаю, это мне коллеги подгоняют из литератического отдела эти вакансии. Не знаю, насколько они свежие, но вроде более или неадекватные. В принципе, 250, то вполне себе нормально. на этом 195. Пуф, коллеги. Старт обучения у нас 25-го. Предыдущий, кстати, если хотите посмотреть, открытый урок, где Валерий Львов рассказывает про аналитика и запутанный домен. Опрос я вам закинул ссылочку. Кажется, что все. Рекомендую вам приходить к нам учиться. Приходите еще на открытые уроки. Ходите на конференции. Тут вот будет анализ Брейс. Я не знаю, если кто-то из вас пойдет живьем, то, возможно, встретимся. Постараюсь прилететь, выступить очень хочу живьем. Если нет, то можете, кстати, еще у них онлайн. Что-то там, какие-то активности есть. Если хочется еще тоже быть немножко на острие технологий, я веду свой телеграм-канал. Вот здесь на него QR-код. Подписывайтесь. Я там публикую регулярно обзоры на какие-то видео, статьи, свои какие-то мысли с разборами. Если на меня на что-то наводят мысли. Есть какие-то интересные ивенты тоже стараюсь. И плюс там еще буду рассказывать про свои какие-то сайт-проекты. Потому что я занимаюсь менторингом. Я буду заниматься еще какими-то дополнительными вещами. Так что можно туда подписаться и следить. На этом, коллеги, у меня все. Мы с вами даже чуть-чуть быстрее уложились, но не в ущерб сутевой части. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо вам огромное, что вы так активно участвовали и помогали мне это занятие сделать насыщенным и интересным. Я очень рад, что вам материал подошел. еще раз попрошу оставить отзывы и жду вас на курсе. Приходите, буду рад вас там тоже видеть. Если у вас вопросов больше нету, я на этом буду с вами прощаться. Вроде как вопросов больше нет. Ну что ж, коллеги, всем хорошей рабочей недели и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok